Я совсем недавно стал бизнес-партнером Дитрикс24, поэтому у меня целый ряд вопросов от новичка. Сегодня я подумаю, нанять ли себе первого менеджера, а завтра захватить ли Россию или нет. Я правда верю, что очень важно иметь цели. Как бы это ни звучало сейчас там парадоксально, в рамках того, что происходит сейчас в мире, в нашей стране, но очень важно иметь цель. Знаете, во многих компаниях людям говорят спасибо. Спасибо говорят так. Скажи спасибо, что ты у нас работаешь. А есть говорят так. Спасибо, что ты у нас работаешь. Без тебя мы вряд ли бы этот проект потянули. Я вообще считаю, что у нас, Игорь, страна недолюбленных людей. Как найти такого высококвалифицированного специалиста на рынке труда? Когда Авито молчит, я даю объявление раз, мне звонят три человека с низкой квалификации. Даю спустя два месяца это же объявление, мне перезванивают те же три человека. Игорь, в чем проблема? Мы что, тебе не понравились? Друзья, подписывайтесь на канал 1С Битрикс для бизнеса. Друзья, доброго дня. Меня зовут Михаил Москотин. Я профессиональный бизнес-тренер. И у нас второй сезон бизнес-проекта «Битрикс24 спрашивает». В этом проекте мы обсуждаем важные для бизнеса вопросы. Вопросы управления персонала, мотивации, найма персонала. Мы говорим о продажах и клиентском сервисе. В общем, все те вопросы, которые так сегодня важны и цены для бизнеса. У нас реальные гости с реальными кейсами. Мы отвечаем на вопросы гостей и решаем реальные ситуации, которые есть в бизнесе. Итак, друзья, у нас в гостях сегодня Игорь Верховцев, наш новый гость, город Новороссийск. Игорь, здравствуйте. Добрый день, друзья. Меня зовут Игорь Верховцев. И я представляю Креобюро Адамарт Новороссийск Краснодарский край. Мы молодые интеграторы Юга России. И мы специализируемся на пяти ключевых областях «Битрикс24». Это бизнес-процессы, это продажи, маркетинг, управление проектами и менеджмент человеческого капитала. Я с нетерпением жду общения с Михаилом Москотиным. У меня много вопросов относительно личной эффективности, управления командой, найма персонала и продаж. Я уверен, что будет много интересного. Оставайтесь с нами. Игорь, я знаю, что у вас есть ряд вопросов. Я готов быть полезным, ответить на эти вопросы. Давайте начнем по порядку. Поехали. Какой у вас первый вопрос? Я новичок в этом рынке. Я совсем недавно стал бизнес-партнером «Битрикс24». Поэтому у меня целый ряд вопросов от новичка. И первый из них сейчас такое время, когда все настраивают удаленную работу. В том числе и я стремлюсь максимальное количество сотрудников держать на удаленке. Вопрос. Какие KPI должны быть для контроля сотрудников? Смотрите, Игорь, мое отношение к KPI может отличаться от большинства популярных мнений. Например, у меня есть клиент, я проводил тренинг, отдел продаж. Я спрашиваю у сотрудника, я говорю, скажи, пожалуйста, в прошлом месяце, какое количество показателей ты выполнил? Он говорит, три. Я говорю, а сколько всего? Он говорит, около десяти. Я говорю, а можешь их перечислить? И он смог вспомнить четыре. Три, которые ему удалось выполнить, и один, который он случайным образом вспомнил. Для меня самое главное – это понять, что вам, как предпринимателю, важно, чтобы делал сотрудник. И от этого создавать KPI. Не KPI ради KPI, а KPI ради эффективности. Вот поэтому тут прежде всего вам нужно самому ответить на вопрос, а что для меня важно. Но если мы говорим про отдел продаж, мы про продажи говорим, верно? Например, для меня, как для управленца, как для РОПа важны буквально несколько вещей. Первое – количество звонков, то есть количество попыток. Количество встреч. Сколько произвел встреч мой менеджер. Деньги, которые пришли в компанию, то есть подписанный договор, это третье – подписанные документы. И четвертое, наверное, деньги, которые поступили. Вот мне кажется, четыре важных вещи. А дальше можно добавлять по вкусу соль, перец. Но, опять же, главное не пересолить, не переперчить. Если мои ребята, они делают звонки, они делают встречи, при этом у них хорошая конверсия и звонка во встречу, они подписывают договор с клиентом, и при этом они делают все для того, чтобы клиент оплатил наши услуги. У меня прекрасный отдел продаж, я доволен, ребята, молодцы. Да, я бы им еще заплатил премию за героизм какой-нибудь. Ну, вот, наверное, вот как-то так. Может быть, коротко, но вот я бы так это прокомментировал. Я получил ответ, спасибо. Друзья, те, кто смотрел первый выпуск второго сезона, напоминаю вам, что можно задавать вопросы внизу в комментариях. Пишите свои вопросы. Мы выберем лучший вопрос, я лично на него отвечу. И за самый лучший вопрос вы получите приз от Bittrex24. Пишите комментарии, задавайте вопросы, получите ответы и получите приз. Какие лайфхаки вы можете порекомендовать для даже моей личной работы, когда я один, нет контролера, я сижу перед компьютером? Как планировать свой день? Должны ли быть какие-то жесткие рамки для рабочего дня или это все так налегке должно быть? Класс. Очень классный вопрос, потому что я сам сейчас работаю на удаленке. А для меня это достаточно тоже непривычная модель, как и для многих людей, которые смотрят этот выпуск. Я сам для себя придумал правила. Ну, правило первое. У меня есть четкая цель на сегодняшний день. Четкая цель. Я понимаю, что будет итогом этого дня. Не процесс, я много работал, нет, а итог. Дальше я расписываю это на задачи и разбиваю их у себя в календаре. Следующая вещь. Я в прошлом выпуске об этом говорил, но коротко скажу. Я не работаю в домашней одежде. Потому что это якорь психологический. Четвертое. У меня жена и трое детей. Да, у меня большая квартира, но они по ней везде ходят. Я с ними договорюсь. Я говорю, девочки, папа работает дома. Просьба в кабинет не заходить. Но если что-то очень важно, очень срочно стучите, потому что может быть у меня там онлайн консультация. Или я записываю там какой-нибудь подкаст или что-то еще. То есть договориться с родственниками это очень важный момент при удаленной работе. И еще одна вещь, это мой личный лайфхак, я себя благодарю. Я вообще себя очень люблю. Я вообще считаю, что у нас, Игорь, страна недолюбленных людей. Мы реально недолюбленные. Друзья, благодарите себя за все хорошее, что вы делаете. Например, я вечером посмотрю новую серию миллиардов. Или я вечером схожу на прогулку. Или я себе сделаю там ванну с пеной. Или там, не знаю, каждый что любит. То есть какая-то морковочка в конце дня, какая-то благодарность. Задача натренировать мозг и выработать привычку в данных обстоятельствах быть эффективным. Вот, наверное, как-то так. А, еще, кстати, один есть прикольный момент. Можно взять себе партнера. Можно договориться с кем-то из коллег, которые тоже сейчас в новых обстоятельствах. Сказать, давай мы будем каждый час с тобой созваниваться и друг перед другом отчитываться. Или, например, давай мы с тобой в обед созваниваемся и вечером, и друг перед другом. То есть когда есть у нас социальная ответственность, это очень хорошо дисциплинирует. Вот, наверное, какие-то такие вещи я бы порекомендовал сделать. Спасибо. Пожалуйста. Как вы думаете, если я только зашел в рынок, у меня небольшой штат, многие на удаленке, у меня есть помощник, когда мне нужно нанять себе первого менеджера по продажам? И нужно ли в современных условиях? Очень классный вопрос. Здесь нет однозначно какого-то правильного ответа. Я скажу свою субъективную точку зрения. Я за то, чтобы нанимать менеджеров. Объясню почему. Потому что да, я хороший продавец, я умею продавать, и я продаю. Но если рядом со мной будет еще один человек, который продает, количество денег у меня увеличивается. При этом я понимаю прекрасно, что, вероятнее всего, вы наймете этого менеджера на условиях партнерства. Ну, то есть, какой-то процент с продаж. Вряд ли вы собираетесь ему платить какой-то огромный оклад. Если даже будет какой-то оклад, скорее всего, будет он за какие-то понятные вещи, которые он будет делать. И опять же, это тоже хорошая история, потому что вы можете с себя что-то снять, часть задач, переложить на этого менеджера и платить ему за то, что вы высвободили время свое. И, может быть, быть более продуктивными за счет этого. Поэтому я однозначно за. Знаете, когда построен, например, вы наняли менеджера, 2-го, 3-го, 5-го, у вас есть хороший отдел продаж. И я всегда говорю, ребят, вы выстроили хороший отдел продаж, он работает, он приносит понятные деньги, у вас понятные показатели, понятные результаты. Клонируйте это, создавайте второй отдел продаж. Потому что если вы сделали это, вы сделали механизм, машину, алгоритм, который приносит вам деньги, так сделайте второй, все же очень просто. А когда остановиться, когда N-отдел перестанет приносить деньги? Не должен N-отдел приносить деньги. Останавливаются люди, исходя из своего уровня нормы. Что это такое? У меня есть клиенты, у которых есть один ресторан, и они вложили в него душу. Это часть их жизни. И они докручивают, допиливают, доделывают. То есть они знают каждый шурупик в этом ресторане, каждого сотрудника. Их все устраивает, им достаточно тех денег, которые приносит этот ресторан. А есть клиенты, у которых цель открыть 100 ресторанов. Просто у них разные цели. И то эффективно, и то эффективно. Вопрос, ну, Игорь, какая у вас цель? Я получил ответ. Поэтому сколько, я не знаю, вы, может, решите захватить всю Россию? А может, вы решите идти в Казахстан, в Украину, в Белоруссию или там еще куда-то? Да, сегодня я подумаю, нанять ли себе первого менеджера, а завтра захватить ли Россию или нет. Я правда, Игорь, может быть, это звучит сейчас смешно, когда мы обсуждаем первого менеджера. Я правда верю в то, что очень важно иметь цель на год, на 5, на 10, на 20, до конца своей жизни. Вы знаете, по поводу целей проводился опрос в Москве. И людям задавали два вопроса. Вопрос первый, хотите ли вы жить вечно? И большинство респондентов сказали, да, конечно, очень хотим, там порядка 98% сказали, хотим жить вечно. Второй вопрос был такой, а какие у вас планы на ближайшие выходные? И только порядка 7% людей могли что-то внятное сказать. Я правда верю, что очень важно иметь цели. Как бы это ни звучало сейчас там парадоксально, в рамках того, что происходит сейчас в мире, в нашей стране, но очень важно иметь цель. Вот как-то так. Спасибо большое за ответ. Как в таком маленьком городе, где я не могу найти даже обычного штатного программиста, из-за того, что течка мозгов в большие города, у нас не так много технических вузов, которые выпускают выпускников этой специальности. Как мне найти технического директора, который бы смог тянуть, если я даже штатного сотрудника не могу найти. Как найти такого высококвалифицированного специалиста на рынке труда? Когда Авито молчит, я даю объявление раз, мне звонят 3 человека с низкой квалификации. Даю спустя 2 месяца это же объявление. Мне перезванивают те же 3 человека. Игорь, в чем проблема? Мы что, тебе не понравились? И снова я уже... Авито нет. Я встретился с вузами, они развели руками, говорят, ну у нас есть выпускники, ну приди, расскажи, что ты хочешь. А у самих непонимание, что такое Bittrex, что такое CRM-система. То есть люди вникают, но это не совсем их сфера. То есть, да, приходи, расскажи, как вообще решать такой кадровый вопрос? В Москве понятно, как в регионах. Игорь, я бы это прокомментировал следующим образом. Вы выбрали работать в городе Новороссийск. Ну, в Южнофедеральном округе. В Южнофедеральном округе. Ну, приведу пример. У меня есть клиент, у которого сеть магазинов, и эти магазины были, и сейчас есть, Урал, там Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Казань, Уфа, Ижевск, вот в этом регионе. И он решил развиваться дальше и стал открывать магазины, там, Сочи, Краснодар, Анапа, Туапсе, Южная история. И вот мы с ним встречались в Сочи, вот так же, как с вами сидели, разговаривали. И он мне говорит, понимаешь, для того, чтобы мне взять хорошего специалиста на Урале, я отсматриваю 10 кандидатов и выбираю одного. Это такая конверсия. Я говорю, ну, окей, хорошо. Он говорит, а здесь, для того, чтобы мне взять такого же уровня специалиста, то есть у него есть конкретный портрет, кто ему нужен, мне нужно отсмотреть 50 человек минимум. И он к этому относится с той точки зрения, ну, вот так устроен рынок в каждом регионе. Влияет количество людей в городе, ментальность, много факторов. Теперь, найм персонала – это продажа. Это продажа. Вам нужно купить специалиста. Вы продаете сотруднику идею, что надо работать у вас, и вы готовы за это платить. Есть три вещи, которые очень важны в управлении людьми, в мотивации людьми. Первое – рост и развитие. Если я понимаю, я у Игоря буду расти и развиваться. Я готов к нему идти. Вторая вещь. Климат, атмосфера, контекст или, там, благодарность. То есть я понимаю, что здесь людей не унижают, здесь людей не оскорбляют, здесь, наоборот, меня поддерживают. Это второй фактор. Знаете, во многих компаниях людям говорят спасибо. Спасибо говорят так. Скажи спасибо, что ты у нас работаешь. А есть говорят так. Спасибо, что ты у нас работаешь. Без тебя мы вряд ли бы этот проект потянули. Спасибо тебе, Игорь, огромное. Я так рад, что я нашел тебя в Новороссийске. И третья очень важная вещь. Адекватное финансовое вознаграждение. Так вот, сама фраза «адекватное финансовое вознаграждение», что она значит? Адекватно относительно города, рынка, должности и самого человека. Если вот эти три фактора, они есть, то у вас нет проблем с персоналом. Вы их найдете, удержите, и ваш бизнес будет процветать. Вот я бы так прокомментировал этот вопрос. Интересно, какие сейчас при формировании моей молодой команды вы посоветуете лайфхаки, чтобы посадить некие зерна, чтобы через 2-3 года это дало хорошие плоды? У меня есть такой горизонт планирования. Я могу себе это позволить, мне еще не нужно исправлять сотрудников. Я уже сейчас могу либо нанять правильных сотрудников, дать им правильные идеи и ожидать, поливать правильно. Для того, чтобы через 2-3 года это классно выстрелило из вашего опыта. Что вы можете порекомендовать? Класс. Это тема команды, одна из моих любимых тем. Я скажу несколько шагов, которые я бы рекомендовал вам и тем, кто смотрит наш выпуск. Первое, определитесь с целями. Вот я уже об этом говорил, но скажу еще раз, определитесь с целями. Куда двигается ваша компания? И очень важно, а, самому знать цели, б, чтобы сотрудники тоже знали эти цели и разделяли. Потому что часто я встречаю у руководителя, спрашиваешь, цель есть, цели нет. Ну, там, хотим чего-то, проблема. Бывают другие ситуации, цель есть, да, есть, здорово. А сотрудники знают, ну, наверное, да. Я говорю, удивляться любишь, пойдем спросим. Идем спрашиваем, а сотрудники не помнят. Ну, да, у нас был корпоратив, да, в начале года что-то Игорь нам говорил, ну, вот мы хотим там, и все. И есть еще третий вариант тоже, который меня ужасает. Сотрудники говорят такую фразу. Да, цели есть, и нам их раз в год вкорячивают. То есть нас собрали и сказали, вот, надо, живем туда. И это тоже неэффективная модель. Окей, цель есть, но я как сотрудник, я ее не разделяю. Я считаю, что эта цель Игоря, цель собственника, цель руководителя, она не моя. Очень важно иметь цель, чтобы сотрудники эту цель разделяли, и чтобы цели сотрудников совпадали с целями компании. Тогда точно можно надеяться на построение команды. Это первое, что бы я порекомендовал. Вторая очень важная вещь, это оценивать людей не потому, что они говорят, чувствуют или думают, а оценивать по факту, то есть по результату. К сожалению, у нас многие люди натренированы в том, чтобы раз в месяц оправдываться. Ну, понимаете, о чем речь, да? Сложный месяц, новогодние каникулы, не было ресурсов. Ты заказчик нагрубил, он сам виноват. Заказчик нагрубил, он сам виноват, я вообще идеальный сотрудник. А к вы мне не сказали. Забыл. Не шмогла я, не шмогла. Коронавирус. Ретроградный Меркурий. Ну, то есть куча причин. Я, когда говорю про команду, у меня есть мой любимый пример, это ребята из КамАЗ Мастер. Наверное, знаете, Париж-Дакар, Владимир Чагин. Так вот, в одной из гонок, насколько я владею информацией, у Владимира Чагина был перелом руки. Открытый перелом. Есть ли повод сойти с дистанции, как вы думаете? Я думаю, что да, это больно, это опасно. Но этот человек, он не сошел с дистанции, он дошел до конца, и он эту гонку выиграл вместе с своей командой. Потому что у них действительно команда, и они договариваются в начале сезона, что они в конце сезона не оправдываются, не рассказывают какие-то хорошие истории, красивые истории, а отчитываются друг перед другом результатом. Вот у меня столько клиентов. Игорь, я обещал, что я приведу в этом месте трех новых клиентов, я их привел. Вот результат. И тогда есть шанс, что мы станем командой. Это вот вторая вещь. Третья вещь, очень важная, это честность. Часто руководитель видит какую-то лажу, я не знаю, можно ли использовать слово лажа в нашем проекте, но он видит какую-то неэффективность, и он закрывает на это глаза. Я считаю, что очень важно давать людям обратную связь. Двух типов. Что не работает, то есть, ну, лажа. Я вижу ошибку, я о ней говорю. И второе, что работает. То есть я вижу, что человек выполнил обещание, похвалю его за это. Я вижу, что человек сделал результат. Я ему, не знаю, скажу спасибо, либо дам денег, либо, ну, неважно, как-то отблагодарю. И когда я вот создаю вот этот честный контекст, честные отношения, на мой взгляд, это и есть эффективная команда. Спасибо. Вот как-то так. Ну что, друзья, это был второй выпуск бизнес-проекта Bittrex24 спрашивает. Наш гость Игорь. Были очень классные вопросы. Мы отлично пообщались, поговорили о том, как нанимать персонал, как мотивировать персонал. Поговорили на любимую тему многих управленцев, как же создать эффективную команду. И смотрите нас в следующий вторник на канале 1S Bittrex. Игорь, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам с замечательными вопросами. Удачи вам и вашему бизнесу. А предприниматели в нашей стране – это герои. Я вас люблю, уважаю, и мы всегда рады вас поддержать в ваших целях и задачах. Берегите себя от своих близких. Пока-пока. Закончилось интервью с Михаилом Москотиным. Огромное ему спасибо. Действительно много полезных советов. Все мы их будем внедрять с моей командой. Какие результаты, какие из этих советов выстрелят, мы узнаем чуть позже. Я обещаю вам ниже под этим видео в форме дневника давать мини-отчеты о своих результатах. 2-3 недели сейчас сложно предугадать. Но я хочу, друзья, вместе с вами, вместе с вашей поддержкой, к 1 сентября 2020 года выйти на результат 100 тысяч просмотров для этого видео. Со своей стороны, обещаю честно давать отчет, честно выполнять инструкции, которые мне дал Михаил, и добиваться результата. Если вы такой же новичок, как и я, и у вас есть вопросы, задавайте под этим видео. Я постараюсь ответить на них, исходя из своего опыта. И если вдруг Михаил к нам присоединится и посчитает, что мои ответы мне достаточно полные, я буду этому рад. Спасибо большое за эту встречу. Спасибо проекту 1С Битрикс. Всего доброго. Друзья, подписывайтесь на канал для бизнеса и получайте готовые инсайты от лучших экспертов и специалистов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok